Здравствуйте! Я вам сейчас расскажу одну историю, это моя любимая история. Видите ли, вот чешуйки рыб, они содержат некоторое количество перламутра. Перламутр это то, чем раковинки выстилаются изнутри их моллюсками, обитателями раковин. И когда в раковинку попадает соринка, какой-нибудь паразит, то его моллюск обволакивает перламутром. Получается жемчужина. Так вот, кстати говоря, перерабатывали раньше, в 19 веке, чешую рыб и извлекали из них вот эти частички перламутра. Делали так называемую перламутровую суспензию, а ей наполняли стеклянные шарики. Получался, ну, скажем, фальшивый жемчуг. Такое вот украшение. Так вот, у рыбок, говорят, если какой-то попадет и народный предмет в чешуйку, внедриться сумеет, то он тоже может обрасти перламутром и получится жемчужинка. Я не знаю, правда это или нет, вот этот вот предмет моей любимой сказки, я вам сказку расскажу. Она очень нравоучительная, между прочим. Жила-была одна рыбка, и у нее на чешуйке начала расти жемчужинка. Она где-то здесь под плавничком у нее была эта жемчужинка, и она росла. Ну, она узнала, что ты жемчужинка, о, как тебе повезло, у тебя росла жемчужинка, у нее кого нет, а у тебя жемчужинка. Она, значит, всегда ходила аккуратненько, чтобы ее не повредить. Подружки ее бегают, прыгают, представляете, рыбки бегают, прыгают. Вот, ну, сказка. А она сидит в уголочке, прикрыла платочком жемчужинку, ее бережет. Ну, и так вот, проберегла ее подружка, все уже замужем. А она так вот, не сказать, чтоб старая, но годы-то проходят. И вот она сидит, как на скамеечке, прикрывшей платочком свою жемчужинку, и смотрит. Тут где-то вот на ступеньку дворца бракосочетания готовится свадьба. Такая противная-противная медуза, но богатая. Выходит замуж за дельфина, такой красавец, черный, такой блестящий, как калоша, такой упругий. Вот прям вот, кажется, укусит, что он прям вот заскрипит, как калоша. Он такой приятный очень. Она подходит к нему, говорит, ну, понятно, что он из-за денег-то женится на этой медузе. Подходит к нему рыбка, подплывает, конечно, и говорит, ну, слушайте, зачем вы женитесь на медузе? Жените лучше на мне. Ее богатство по сравнению с моим ни в какое сравнение не идет. Вот посмотрите, какая жемчужинка у меня есть огромная. Дельфин поглядел на эту жемчужинку и говорит, я ничего не понимаю в жемчуге, сколько это может стоить на деньги? Ну, она очень дорого стоит. Ну, корзину денег, две корзины денег, три корзины денег. Ну, дельфин говорит, я думаю, что четыре корзины денег меня устроило. Вот если у вас два часа, если за два часа сумеете продать вашу жемчужинку за четыре корзины денег, пожалуйста, я на вас женюсь. Мне все равно, собственно говоря. Ну, побежала, скорее, рыбка к ювелиру. Краб-ювелир такой, серьезный, строгий, молчаливый. Рыбка к нему прибегает и говорит, мне вот есть жемчужинка необыкновенной величины, прекрасная жемчужинка, она очень дорого стоит, но я готов ее уступить за четыре корзины денег. У вас есть четыре корзины денег? А Краб так вот и говорит, есть. Четыре корзины денег, мадам, у нас, конечно, всегда есть, но хотелось бы сначала взглянуть на вашу жемчужинку. Ну, она ему показывает свою жемчужинку, подняла платочек. Краб, значит, смотрит на жемчужинку, разглядывал, разглядывал ее. Она говорит, нет, вам надо пойти не к нам. Нам нужен какой-нибудь музей или кунсткамера. Я думаю, там обязательно купят вашу бородавку. Видите, вот человек лелеял свою бородавку, думал, что жемчужинка, перл. Оказалось, бородавка. И так вот часто жизнь человеческая проходит, мы что-то, к чему-то стремимся, чего-то достигаем, диссертации пишем. А про самое главное, необходимое забываем. Забываем, что нужно прежде всего, как сказать, продолжить себя, продлить свой род, передать, воспитанию детей, посвятить себя. А мы вот так вот застреваем в этом детстве, и в конце концов, эта наша игрушечка оказывается не перлом, а бородавкой. Понимаете как? Ну, сказка хорошая, мне нравится. Всех благ.